Всем огромный-огромный привет, мои любимые девочки! Кто решил заглянуть ко мне на канал, может быть, это, конечно, уже совсем-совсем не актуально, но я все-таки расскажу, вдруг кому-то интересно посмотреть, что же заказала я из Faberlic по 17-му каталогу, но там будут не только по 17-му, но еще кое-какие интересные новинки, которые у нас выходят еще в следующий-следующий каталог. Итак, кому интересно, продолжайте. Значит, у нас был вот такой каталог, который 18-й начинает действовать с 11-го декабря, но я уже вам кое-что покажу из вот этих вот новиночек, чему я несказанно рада, наконец-то хоть что-то у меня будет не слишком поздно, потому что остальные новогодние новинки, которые другие девочки уже 100 лет как показали, я только-только сегодня получила. Некоторые я уже успела протестировать кое-что, некоторые, ну, только-только понюхала, там что-то присмотрела, вот, ну и, конечно же, очень меня заинтересовала вот эта серия с медовым экстрактом, я хочу попробовать еще молочко для умывания и вот такую вот тканевую масочку, обязательно возьму в следующем каталоге. Также здесь еще было кое-какие новинки, масло Монар, это обязательно возьму, потому что я вам говорила, что страдаю ногтями, вот, я рада, что Faberlic оно вернулось, ну, и еще разные новогодние носочки, все такое красивое, новогоднее, оно может быть уже не актуально будет, потому что я уже до Нового года вряд ли буду делать заказ, но смотрится симпатично. И что особенно, особенно меня порадовало, это возвращение, наконец-то, кетчупа в новом оформлении, я вам показывала совсем недавно, я брала в старом еще, здесь вам будет теперь не чая, в крупными буквами Family Club написано, вот, кетчуп, соль возвращается, и даже у них появятся макароны, представляете, 4 злака из цельного зерна, прикольно, да. Ну, и те, кто только вступает в Faberlic, регистрируется с 11 по 31 декабря, ждет вот такой подарочек, это термокружка и травяной чай на выбор, так что, если вы еще не зарегистрированы в Faberlic, то добро пожаловать в мою команду, ссылочка будет под видео. Итак, приступим. Так, с чего в начале, еще в начале. Так, начну, наверное, с того, что я беру постоянно это кофе, долго устанавливаться на нем не буду, повторяю, в 105 раз, беру в каждом своем заказе, обожаю, обожаю это кофе, по мне оно очень вкусное, натуральное и не горчит, как на скафе, например. Так, ну, конечно, я не могла пройти мимо новогодних новиночек, гелия для душа. Всегда беру эти лимитки, в этот раз тоже взяла две, там, по-моему, их три, но я взяла две. Значит, это у нас Bubble Gum гель для душа, скорее всего, отдам его дочке, обалденного, сиреневого, моего любимого цвета. Я просто в диком восторге. Ну, аромат такой довольно стандартный, жвачкой пахнет, приятный. Гель для душа хорошо пенится, но мне немножко подсушивает кожу, поэтому чаще всего я такие гели использую, как жидкое мыло. Возможно, отдам дочке, пускай она использует его, так же, как жидкое мыло. Вот, и второе, это Кокосовая мечта, вот с таким вот симпатичным олененком, который у нас пьет кокос. Цвет ярко-ярко-зеленый, пахнет кокосиком. Такой аромат пинаколады, аромат больше летний, конечно, чем новогодний, никак не ассоциируется у меня с Новым Годом, совершенно. Лучше бы это были какие-то ароматы корицы, глинтвейны, что-то такое. Но вот что-то как-то Фаберлик решил сделать Bubble Gum, Кокосовая мечта. Причем тут Новый Год, не знаю, но оформление, конечно, очень-очень привлекательное. Такие яркие, позитивные пузыречки, конечно, без этого никуда. Из новой зимней серии я взяла тоже два средства. Это у нас гель для душа зимний микс, с ягодами что-то там есть, я решила не брать, потому что, ну, как-то не хочется почему-то. Вот зимних ягод мне совершенно не хочется. А решила бы посмотреть, что за зимний микс. Зимний микс у нас, это настоящая зимняя сказка, трететет, сладкий фруктовый аромат, который напоминает о теплых домашних посиделках у камина. Но я не скажу, что он там сладкий, фруктовый, ну да, какой-то такой кремово-фруктовый. Не скажу, что он сильно сладкий, но довольно приятный. И мне понравилось, что он именно кремовый, и я надеюсь, что он не будет мне сушить кожу. Вот зимний микс, ну, попробовать будет интересно. Оформление такое, ну, довольно миленькое, но какой-то простоватый. Как по мне, могли бы придумать что-то более яркое, симпатичное. И крем для рук. Решила выбрать интенсивное питание. Там было еще какое-то увлажнение, по-моему. Но я решила питание, потому что зимой питание рукам очень-очень нужно. Я уже его успела хорошенько протестировать. Текстура у него довольно густая, питательная. Вот так вот он совершенно не течет. Мне понравился его аромат. Аромат приблизительно такой же, как у геля и души, да? Это тоже такой какой-то нежно-фруктово-кремовый парфюмированный. Какой-то знакомый, кстати, аромат. Где-то я такое уже слышала. Да, приятный. Быстро впитывается, не оставляет после себя липкости, увлажняет, питает. В принципе, неплохо. Не скажу, что он супер-пуперпитательный. Какой-то как баттер. Но питает, в принципе, хорошо. Поэтому я рада, что он у меня теперь будет. Буду с огромным удовольствием им пользоваться. Так, что у меня тут лежит? Очень сильно пахнет кофе. Конечно, я не могла пройти так же мимо вот таких ароматизированных саше. Из трех, которые там представлены, я решила выбрать аромат кофе. Потому что он больше всего у меня ассоциируется именно с Новым годом, с праздником, с зимой, с осенью. Что-то такое. Действительно пахнет очень натурально, кофейно. Не скажу, что прям свежесваренным кофе, а именно кофейными зернами скорее. Да. И это у нас натуральный воск, вот на такой вот веревочке. Можно положить его в шкаф с одеждой, чтобы вот там пах. Я еще пока не придумывала, куда. Скорее всего, в какое-нибудь помещение положу. Пахнет приятно. Да, он у меня прям тут лежит в пакете. И прям очень такой яркий, насыщенный аромат. Надеюсь, что в комнате или в шкафу его тоже так же будет отлично, хорошо и долго слышно. Также в одной из моих любимых серий бьюти-кафе вышла новинка с клубникой. Это у нас клубничный макарон. Я тоже не могла обойти своим вниманием эту серию. Решила взять и гель для душа, и жидкое мыло. Жидкое мыло. У меня сейчас такое же оранжевое стоит в ванной. Ну и это, может быть, отдам дочке, может, сама буду пользоваться, посмотрим. Клубничный макарон. Но по аромату я ожидала все-таки что-то более-более действительно с макароном связанное. Но пахнет для меня просто клубничным вареньем. Не знаю. Мне кажется, что-то похожее уже было в серии Фаберлик. Может быть, когда буду пользоваться им. Я еще не успела в душе использовать. Вот. Может быть, тогда будет какой-то сладкий аромат макарона, пока я что-то этого не ощущаю. Но оформление мне, конечно, очень нравится. Аромат у них идентичный. И гель для душа тоже гелевый. Он совсем не кремовый. Так что буду пользоваться. Возможно, перелю потом в этот дозатор, просто и все, скорее всего. Вот. Но по аромату, конечно, хотелось что-то более сладкого, макаронистого. Так. Для дочки взяла ее любимый тинт для губ. Он у нее заканчивается. Она мне говорила повторить. Это вот этот вот мандариновый тинт из серии Клея. Очень он ей нравится. И она постоянно его использует. Потому что он придает очень естественный, красивый оттенок. Такой слегка мандариновых, оранжевых, каких-то персиковых губ получается. На ней смотрится прям очень натурально. И очень симпатично. У меня же его практически на губах не видно. Поэтому у меня такой был вишневый. А мандариновый я отдала ей. И вот она уже второй или третий тюбик заканчивается. Также, как я вам уже говорила, у меня проблемы с ногтями с кутикулой. Я решила взять еще вот такой вот очень симпатичный маслице. Это у нас масло для ногтей и кутикулы амарантовое. Я практически в каждом каталоге следующем возьму масло Монарда. В прошлом было масло для ногтей и кутикулы из серии Халяль. Тоже мне, кстати, очень понравилось. А это такое прям интересное, с лепесточками, натуральными лепесточками, в какими-то цветах, цветов амаранта, я так понимаю. И пахнет он точно так же амарантом. Цветочный такой очень приятный аромат. Кстати, по текстуре, мне что удивило обычно, это не масло, это какое-то как желе. Но при этом, когда разносишь его по кутикуле, оно превращается действительно в масло. Текстура очень необычная. И очень прикольная. Мне это понравилось. Впитывается, не скажу, что прям очень быстро. Ну, такая средняя впитываемость, надо подождать немножко. И увлажняет, питает кутикулу очень хорошо, кстати. Придает ногтям силу и здоровый блеск. Глубоко увлажняет, смягчает, восстанавливает. Предотвращает появление трещин и заусень. А лепестки амаранта, которые находятся внутри, это не увядающий цветок, символ бессмерти. Прикольный, прикольный. Мне очень нравится его оформление. Прям такой симпатичный. Я такой еще ни в одной марке не встречала, мне кажется. Вот так же я не могла пройти мимо тинта для губ. Я обожаю всякие тинты для губ. И в детской серии появилась вот такая вот забавная бутылочка с молоком. Тут что отвечает? Видно вам, нет? Я, конечно, в восторге осталась от оформления. Я думаю, что не только ребенку принесет удовольствие. Так как я обожаю всякие бальзамы для губ тинтующие, то, конечно, как я могла пройти мимо. Вот. Оформление, конечно, просто выше всяких похвал, как корейские тинты. Вот. Выглядит он следующим образом. Я думаю, что все уже видели. И я уже его хорошенько протестировала, кстати. Вот он у меня на руке. Его когда стираешь, остается прям явный-явный такой розовый тинт. И на губах, соответственно, выглядит он так же. Вот так что я рада, что я его взяла. Улажняет и питает губы, кстати, этот тинт вполне-вполне неплохо, да. Вот оформление и питание, и вообще классно такое. Я просто в диком восторге от этого тинта. Так, еще были новиночки из декоративки. Я взяла попробовать вот такую вот тушь. Новую. Eyelash Volume Curl Mascara. У меня тушей довольно много. Сейчас, кстати, большинство из них именно фаберликовские. И, в принципе, они мне нравятся. Но эту решила тоже взять попробовать. На нее, в принципе, хорошие отзывы. И, к тому же, она силиконовая, как я люблю, с силиконовой щеточкой. С одной стороны, такие крупные щетинки, с другой более мелкие. Я уже ее сегодня протестировала. И по первому впечатлению, очень даже она мне понравилась. Она хорошо удлиняет ресницы. Может быть, не сильно их подкручивает, как говорили другие блогеры, что она их не подкручивает, и они как-то торчат, типа. Ну, не знаю, у меня ресницы сейчас, тю-тю-тю, длинные, хорошо выглядят. И довольно хорошо держатся. Завиток вот этот сам. И самое главное для меня, что эта тушь их не склеивает. Поэтому, по первому впечатлению, я только один раз успела протестировать эту тушь. Мне эта тушь понравилась. Надеюсь, она не будет осыпаться. Если вдруг какие-то будут проблемы с ней, я вам подпишу, когда буду монтировать. Но пока, по первому впечатлению, да, она мне приглянулась, понравилась. В принципе, я рада, что ее решила попробовать. И, конечно, я не могла пройти мимо подводки. Это новогодняя лимитированная серия. Так, I wish chrome, что-то там. И я решила взять попробовать голубую подводку. Вот, я уже ее протестировала. Еще раз покажу вам. Самое главное, мне понравилось, что она кисточка. Не фетровая, а именно кисточкой. Видите, как хорошо она рисует. Прямо такая яркая, красивая полосочка получается. Очень насыщенная, пигментированная. То есть, легкого касания достаточно, чтобы она оказалась видна. Я взяла, кстати, в голубом оттенке. Стойкая подводка для глаз с металлическим сиянием. В ней содержится большое количество шиммера. Прямо все, как я люблю. Там, кстати, есть еще такая же фиолетовая и зеленая. Я тебе хочу взять еще и две другие. Потому что я, как огромный любитель цветных подводок, не могу пройти мимо. Смотрите, какая она красивая. Перламутровая, насыщенная. Не перламутровая, а с блесками. Насыщенная, яркая, рисует хорошо. И при этом она довольно стойкая. Да, вот я сейчас, кстати, тоже ее нанесла. Я надеюсь, вам видно слегка. Мои голубые стрелки. Но мне понравилось, как она смотрится. Понравились блесточки. Держится тоже неплохо. Я сейчас мыла посуду, пока не начала тереть пальцем мокрую. Она совершенно хорошо держалась. Она не растекалась совершенно. То есть от слез, от ветра она растекаться не будет для меня. Это тоже очень-очень важно. Именно поэтому я хочу взять еще и два других цвета. Единственное, что, конечно, было бы удобно, если бы они нарисовали, какого цвета эта подводка. То есть, например, вот здесь было бы голубое. А так здесь никакого цвета не нарисовала. Потом, конечно, сложно будет различить одно от другой. Но в целом подводка мне очень-очень понравилась. Могу посоветовать. Она действительно классная. Кто любит яркие цветные подводки, как я. Также я заказала из серии Халяль вот такую вот пудру. Я вообще люблю рассыпчатые такие осветляющие пудры. Вот, решила попробовать. Она идет с витамином С. У нее вот такая вот пуховка. Довольно, кстати, симпатичная, милая. Единственное, что ее там очень много. Когда я сняла ограничитель, тут прям очень много приходится отряхивать хорошенько. Она прям белая-белая. Как же сделать, чтобы не отсвечивала? Белая-белая. Выглядит как мел. Вот, действительно, она хорошо матирует лицо. Вот, но нужно вот этот белый налет довольно долго разносить по лицу. Посмотрите, что получается. Вот, но она хорошо матирует, не забивается в поры. То есть, не выделяет поры никак, не подсушивает лицо. Вот, по первому впечатлению довольно приятное. Ничем не пахнет. Интересная новиночка. Да, буду с огромным удовольствием ею пользоваться по оформлению. По, иди соограничитель почему-то как-то подвел в первое время. Надеюсь, потом она немножко приведет себя в чувство, так скажем, и будет работать нормально. Так, была у меня в автозаказе еще с прошлого заказа майка. Я вам говорила в прошлый раз, когда заказывала кроссовки, я еще заказала себе футболку. Она была по распродаже. Это женская футболка, артикул 850-394. Футболка производится у нас, кстати, в Ивановской области. 98% хлопка и 8% эластана. Это вот такая вот футболочка. Взяла ее на работу в качестве разнообразия. Вот. Она темно-синего цвета, но почему-то на камере выглядит как будто черный. Нет, вообще-то видно, что темно-синяя. Да, вот. И здесь такая радуга. Вот она и шла по распродаже. Так что-то она была полторы, по-моему, а я взяла ее за 850, мне кажется. Хотя, конечно, дороговато, но качество у нее хорошее. Да, действительно, качество очень приятное к телу. Надеюсь, она мне прослужит долго. И вот с этой вот наклейкой ничего не случится. Хотя она выглядит уже как будто потрескана, видите? Хотя она новенькая. Вот. Она мне подошла идеально по размеру. Я взяла себе эмочку. Хорошо смотрится. Симпатичная оригинальная радуга. И что-то тут написано, непонятно что. Но мне нравится, как она смотрится. В общем, ставлю, как она выглядит. Приятное к телу. Посмотрится, как трубы и не взять. Также я взяла вот такой вот календарь. На следующий год каждый год беру их. Эти календари взяла два. Один для себя, один для родителей. Не знаю, как родителям еще передать. Это нужно по почте. Надо сейчас будет отправить. Вот так, что мы в пакетике. Вот. Свой я уже раскрыла, чтобы повесить уже новенький. У меня сейчас еще висит прошлогодний. Я вообще каждый год беру обязательно их календари. Мне нравятся они по качеству. Очень хорошие такие плотные странички. Здесь идет дырочка сверху, за что повесить. И вот эта вот тоже хорошая, хорошая вот эта полосочка, она не спадает. Ее можно отрегулировать по ширине. Вот. И вот этот квадратик. В общем, все есть. Все, как я люблю. Я без такого календаря просто не представляю свою жизнь. Очень-очень он мне нужен в хозяйстве. В общем, классная качество. И вот в этом году такая вот девушка с этими матовыми помадами. Одной из которых, кстати, я накрасила губы сегодня. Мне очень нравятся эти помады. Аналог Никсовских. Так, ну и новиночки, конечно. Значит, в следующем, через каталог, не знаю в каком. В общем, выходит у Фаберлик серия бытовой химии. А-ля корейская, японская фаберлик, но на самом деле она производится у нас в России. Не знаю, зачем они так сделали. Наверное, чтобы просто привлечь. А, традиционные корейские экстракты. Вон что. Серия называется Соу Ян. Вот я не успела еще постирать одежду. У меня есть порошок для цветных тканей. И второй для белых тканей, я так понимаю. А, этот универсальный. Вот два порошка. Один розовенький для цветных тканей. И другой вот зеленый. Это у нас универсальный. Подходит для цветных, белых и светлых вещей. Для любых. Для машины и для автоматической стирки. В общем, они отличаются только цветом гранул. Насколько я знаю. Вот, аромат не остается на белье. И хорошо отстирывается. Слышала я у других блогеров. Вот, надеюсь, мне тоже он понравится. В общем, я очень рада. У меня как раз порошок стиральный заканчивается. Я думала заказать. И это как раз как нельзя выгодно. Мне пришло. Также из этой серии у меня есть вот такой пятновыводитель. Концентрат. Активный кислород. Он у нас идет с активным процентом активного кислорода. Подходит для устранения многих пятингов. Здесь заявлено. И сковров, отбивок, неприятных запахов от животных. Для очищения полов подходит. Для всего-всего. Выглядит он следующим образом. Такой с голубыми гранулами. Не знаю, видно вам или нет. Боюсь, что он рассыпется. В общем, как-то так выглядит. Практически ничем не пахнет. Надеюсь, что он будет хорошо действовать. Тоже пока еще не успела его попробовать. Также вот такой вот новый концентрат кондиционер для белья. Это у нас Нероли и Кибискус. Могу оценить его только по аромату пока. Аромат очень приятный. Я обожаю аромат Нероли. Это цветок апельсина. Я в духе обожаю с этим ароматом. И это мне тоже очень нравится. Божественный аромат. Надеюсь, на белье он будет чувствоваться довольно долго. И хорошо будет отражаться на белье. Что оно будет мягкое и хорошо гладится. Но оформление, конечно, очень мне нравится. Даже не скажешь никогда, что это пуберлик. И то, что я уже успела попробовать из этой серии единственное. Это гель концентрат для мытья посуды. Кумкват и питайя. Не питахайя, а питайя почему-то. Я думала, что этот драгонфрукт называется... А, или этот драгонфрукт называется питахайя. Самое главное, что мне понравилось, это то, что здесь появился дозатор. Очень мне это понравилось. Он очень густой, концентрированный. Он обалденно пенится. Просто густая шапка пены получается у него. И он замечательно отмывает посуду. Жирный налет от мыла от сковородки. Все. Запах у него... Что-то есть тропическое. И какие-то цитрусовые нотки есть. Приятный, интересный, необычный для фаберлик. Да, и он такой прозрачный, гелевый. Вот по оформлению, по качеству, по действию и по аромату. Он мне очень понравился. И его можно использовать 0+. То есть даже для новорожденных мыть посуду, бутылочки, все что угодно. Фрукты можно мыть, кстати. Содержит традиционные корейские экстракты. Класс. Классная эта серия. Меня очень она порадовала. Вот. И то, что я вам говорила. Новинка с медовым экстрактом. По делаю у меня три новиночки. Который называется у нас Be Royale. Очень она мне напомнила серию. Была похожая серия у Ariflame. Тоже с медовым экстрактом. Тоже, мне кажется, по оформлению прям один в один буквально. Но похоже, не знаю. Но аромат немножко другой. Значит, есть у меня вот такой вот крем для век. Из этой серии. Он идет крем концентрированный. Написано. Содержит медовые экстракты и даже золото. Какие-то частички золота. Обещают, конечно, здесь много всего. Укрепляет тонкую кожу. Смягчает. Предотвождают появление морщинок. В общем, куча-куча всего обещает он. И мне понравился вот такой вот дозатор утюжок. Которым удобно очень наносить его. Вот он вылиет. Но сам он по себе, кстати, не очень густой. Я ожидала, конечно, более густого крема. Все-таки это для возрастной кожи. У меня кожа уже возрастная. Пользоваться, в принципе, этим дозатором удобно. Да, действительно. Вот так вот. Удобно, как утюжок. Но сам по себе крем такой легкой текстуры. Он быстро впитывается. Он хорошо увлажняет, питает. Но я, повторюсь, что люблю более такие густые, питательные текстуры. Но, возможно, он хорошо будет использовать с утра. На и на ночь я люблю такие более густые, питательные. А с утра вполне хорошо под макияж, например. Затем у меня есть сыворотка. Сыворотка, конечно, просто бомбическая. Во-первых, у меня большой объем. Здесь получается аж 30 миллилитров. Класс вообще. Очень красивое оформление. Это стекло. Удобная пипеточка. Сама по себе сыворотка не сильно густая. Она вот так вот стекает. Тут у меня все изрисовано, не обращайте внимания. Довольно легкая. Здесь имеются действительно частички якобы золота. Какие-то золотые такие крапления. Очень красиво это все выглядит. Я люблю вообще всевозможные сыворотки. У меня их большое множество. И я думаю, что она мне тоже придется по вкусу. Довольно быстро впитывается. Не оставляет никакой липкости по ощущениям. Надеюсь, что действительно будет хорошо варенье питать. Ну и, конечно, я больше хотела бы попробовать ночной крем. Но у меня есть дневной вот такой вот. Это крем-гель, крем-желе. И выглядит он следующим образом. Как желе. Он такой довольно гелевый, но при этом стекающий гель. То есть не такой не стоит колом желе, а именно стекает гель. Там тоже имеются частички золота в нем. По запаху точно такой же, как сыворотка. Вот так выглядит он. И это прям летний-летний, по мне, летний-летний гелевый крем, который мгновенно впитывается. Вот так вот он выглядит. Мне кажется, что я его оставлю скорее для лета. Потому что сейчас хочется чего-то такого более плотного питательного. А это прям летний-летний. Пахнет он слегка парфюмирован. Какие-то есть медовые нотки, как по мне. Довольно приятно. Ну и впитывается быстро. Но мне кажется, какая-то небольшая липкость все-таки остается. Нужно какое-то время, чтобы он впитался более... Чтобы он полностью впитался. Ну, первое впечатление от этой серии, конечно, оформление просто шикарное. Прям выше массы маркетологи. Выглядит все очень-очень симпатично. Вот. Ну, я рада, что познакомилась уже с этой серией. Не самая последняя, как обычно. Вот такой вот у меня был классный заказик от Faberlic в этот раз. Надеюсь, вам было интересно посмотреть, что уже заказала я. Спасибо всем большое, кто меня смотрел. Обязательно пишите, если что-то из этого было у вас. Увидимся в следующих видео. Всех любят с ума. Пока-пока.